В августе прошлого года сразу две семьи чуть не потеряли своих детей. Пьяный водитель буквально протаранил гуляющую на улице ребятню. Три девочки и мальчик двух лет чудом остались живы, но получили тяжелейшие травмы, переломы и рваные раны. Полуторагодовалая Ангелина провела 8 дней в реанимации. Также в ходе следствия выяснилось, что преступник водительских прав никогда не имел. При вынесении приговора суд на это внимание, конечно, обратил, и тем не менее, дело рассмотрели в особом порядке. То есть приговор смягчили, так как подсудимый признал свою вину. Назначить ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Белобородову два года шесть месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на три года. Белобородов вам приговор понятиен? Вопросы имеются? Нет. Семьи Семагиных и Резниковых с приговором не согласились. Слишком маленький срок за то, сколько горя он им принес. К тому же, за причиненный вред детям, как физически, так и психологически, они просили полмиллиона рублей. Но суд учел, что виновник аварии безработный и присудил выплатить по 300 тысяч каждой семье. Недовольный. Слишком мягкий, конечно. По его статье максимум будет четыре года тяжкий вред здоровью. Но это очень мало по закону. Я даже не знаю, сколько, я, конечно, не знаю. Мало, это мало. Где гарантия, что он по ногу не сядет за руль такой же пьяный и более тяжкие последствия могут быть? Во время судебного заседания Евгений Белобородов так и не решился посмотреть в глаза родителей покалеченных им малышей. Последнее слово он использовал для прощения, опять же стоя спиной. Раскаивается ли он на самом деле, так и не стало понятным. На вопросы осужденный отвечал дерзко. Показания вам вынесут. Хорошо, что вы. Я один единственный такой, понимаете? Однако же с приговором осужденный не согласился. В стены колонии, где он сидел за хулиганство и воровство, у него, похоже, нет желания возвращаться. По неофициальной информации, Евгений Белобородов собирается подать на апелляцию. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.